Александра Букатина приехала учиться в Самару из маленького поселка в Волгоградской области, где она любила наблюдать за звездами. Поступив в университет, девушка начала увлекаться астрономией и вступила в астрономический клуб. Здесь она нашла единомышленников. Ребята занимаются практической астрономией, наблюдают за созвездиями и глубоким космосом, проводят различные мероприятия и исследования. По моему мнению, почему я увлекаюсь, это как бы прикосновение к незыблемому, такому очень красивому, то есть я не могу полететь в космос, но могу смотреть на космос отсюда. Летом молодые астрономы выезжают наблюдать за звездами на природу, ведь в августе лучше всего виден звездопад, то есть метеорный поток. В северном полушарии самый яркий и крупный метеорный поток Персеиды. Персеиды — это не конкретный объект, это явление. На самом деле это явление загорания в атмосфере Земли мельчайших частиц из космоса. Когда Земля вращается вокруг Солнца, на своем пути она встречается с разрушенным шлейфом от комет, которые пролетают за пределами Солнечной системы. Когда наша Земля встречается с мелким-мелким роем частиц, которые располагаются в виде такой как бы тропинки, то эти частички врезаются в атмосферу Земли и сгорают, то есть они появляются у нас на небе в виде таких сгорающих следов. Прародительницей метеорного потока, который мы наблюдаем каждый год в августе, является комета Свита-Тутля. Она появляется около Солнца каждые 133 года. Когда комета пролетает мимо светила, она тает и оставляет шлейф, потому что состоит из мелких частиц, скованных льдом. Каждый год Земля, пролетая в одном и том же месте своей орбиты, сталкивается вот с этим вот следом от кометы. Соответственно, каждый год, поэтому у нас, например, вот в середине августа наблюдается такой поток. Такие потоки наблюдаются не только в середине августа. Но люди, живущие в Северном полушарии, замечают их именно в последний месяц лета из-за теплых ночей и благоприятной погоды. Чтобы насладиться зрелищем метеорного потока, лучше всего выехать на природу, где нет фонарей большого количества света. Наблюдать поток Персиды лучше с полуночи и до утра. Лучше всего их видно при убывающей или растущей луне. Полина Чулякова, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.